Хроничное захворывание печени – одна из самых суррозных проблем с участием медицины. Только у Беларуси что год на цирроз захворывается около 1500 человек. Смиротность – 35 выпадков на кожную тысячу, и это покажет тенденция до снижения немая. Цирроз основных причин – токсичное и алкогольное отручивание, вирусные инфекции и некоторые пересеянные захворывания. По коль, один и радикальный метод лечения – пересадка печени, а ли тут есть некаких значных проблем. По-перше, донорских органов, но у всех не хапая, а по-другое, такая операция, кажется, что я вельми шмат. По этих причинах – распроцовка альтернативных методов лечения для ученых в списке першечерковых задач. Цирроз печени – очень коварная патология, потому что в большинстве случаев выявляется на стадии уже развившихся осложнений, и пациенты поступают под наблюдение врача в стационар уже в тяжелом состоянии. Они вынуждены впоследствии пожизненно принимать определенные лекарственные средства. Есть хирургические методы коррекции данной патологии, и, однако, все равно заболевание имеет прогрессирующее течение. Радикальная операция – это пересадка печени. У нас в Республике Беларусь проводятся такие операции по пересадке печени. Однако, как любая операция, она имеет свои медицинские и показания, и противопоказания. Является дорогостоящей операцией. Опять же, пациенты пожизненно принимают определенные лекарственные средства. Займаться пошуком новых подоходов для лечения печени у Гомельском Державном Медицинском Университете по чале 05 годов тому в своих доследованиях гомельские ученые выкористовывают так званые биомедицинские клеточные технологии, где материалом заявляются мезинхемальные стволовые клетки. Такие выборы тлумачатся просто. Их несказано выделить, и они мают высокий потенциал до самообновления. В организме человека такие клетки соденуживают к регенерации органов. Выключение, бодай, только одно – метод, не денеживая коллекция роз, находится у заключенной стадии. Это могут быть аутологичные клетки, то есть клетки собственного пациента, либо гетерологичные, полученные от донора. И после специальной обработки этих клеток в условиях лаборатории, их размножения, культивирования, мы можем эти клетки ввести обратно в организм пациента, именно целенаправленно в сосуд, который питает печень, для того, чтобы улучшить регенерацию печени и добиться того, что у этих пациентов функционирование печени улучшится. Усе работы в Гомельском Державном Медицинском Университете проводятся в рамках национальной программы науковых доследований. Нечто подобное зараз робится еще и в одной из минских медицинских установок. Причем в ученые перекананы, коли размывая деп житий людей, об соперничестве оказать не приходится. Уречься на практице могут выкоррствоваться выники у всех доследований. Уголовные окопены были становчими. Покою в опыте проводится с уделом из таких лабораторных живел, до клиничных выпробований с уделом человека спотребится еще некий час. Ученые называют термин от 7 до 10 годов. Хоть это, напевно, максимальный термин, коли заходите в медицинской практике, клиничные опыты могут распочаться значительно ранее, правда, выключены со сгоды самих пациентов. Олег Сентюров, Елена Макеенко, Телерадио компания Гомель.